Друзья, всем привет! И у нас сегодня начинается крайняя серия дневника Mazda 6 в моем исполнении, когда я непосредственно водитель автомобиля. Друзья, 22 сентября мы находимся на одной из станций города Москвы, куда мы приехали с уже практически новым владельцем продавать автомобиль. Значит, смотрите, я вам рассказывал о том, что я хотел машину продать тому, кто живет поблизости. Но у нас это, к сожалению, не получается. Человек, который очень сильно хотел купить автомобиль, сам проживает в Республике Беларусь, город Гродно. Но это не проблема, не стоит говорить о том, что, блин, вот хотел кому из Подмосковья, проблем здесь ноль. Моя старуха Камри на газу, которая скоро уже будет моей, запросто меня довезет к нему. Поэтому всем, кому интересно, что будет дальше с автомобилем, оставайтесь на канале, друзья, но не расстраивайтесь, не нужно говорить, блин, все, конец. Мы будем приезжать к нему в гости, мы будем снимать автомобиль, мы будем продолжать следить до тех пор, пока машина не станет не то, чтобы там не актуально. Ну, короче, пока я жив и пока жива машина, дневник будет продолжаться. Значит, что хочу сказать. Если вы продаете автомобиль, ну, например, там вот вы гражданин Российской Федерации, продаете автомобиль гражданину Российской Федерации, здесь все ясно. Приехали, договор купли-продажи, до свидания. В нашем же случае гражданин будет Республики Беларусь. Процедура следующая. Сейчас мы должны в первую очередь сделать ему страховку для того, чтобы он мог выехать на автомобиль. Раз. После чего мы отправляемся в многофункциональный центр, где мы снимаем автомобиль с учета, заполняем все последующие документы, подписываем договор купли-продажи. И, собственно, все. Номерочек я скидываю, он мне не нужен. То есть 747, ну, не 001 номер, поэтому сохранять его на себя никакого смысла не вижу. Тем более он уедет, он повесит вообще все белорусские номера, и, собственно, на этом будет как бы все. Что будет дальше? Следующим этапом мы будем отправляться искать автомобиль Toyota Camry. Я обратился к ребятам из автоподбора от Ильдара, соответственно, они будут помогать найти Camry-ушку. 50-ку, либо 55-ю. Бюджет ограничен, будем искать. Идем страховать автомобиль, и потихонечку надо прощаться. В любом случае, хочу сказать ей огромное спасибо, что за все это время, 3,5 года она со мной ни разу машина меня не подвела. Всегда она мне дарила только положительные эмоции. Жалко мне ее продавать? Ну, конечно, жалко. Знаешь, все равно ты отдаешь чуть-чуть себя. Вот утром проснулся сегодня, выхожу во двор. Она стоит, такая смотрит на меня, говорит такая мне, ну, что, все, отдаешь мне? Я говорю, ну, ты не переживай. Ты уходишь в хорошие руки, за тобой будут следить, тебя будут любить. Ты также остаешься с любимым автомобилем. Но жена послушает, скажет, Дима, ты мне таких слов не говоришь, сколько о машине. Но на самом деле, друзья, сами понимаете, для любого из нас мужика машина это нечто большее, чем просто тачка. Это не кусок железа. Поэтому за машиной всегда следили, за ней всегда ухаживали. Советую каждому из вас также любить и относиться к автомобилю. Потому что сейчас захожу на вторичный рынок, смотрю машины и понимаю одно, что вот такое делают с машинами. Найти живой экземпляр очень сложно. Все, что вылетает, реально полчаса, час машина продана, улетает. Точно так же и я. Машину сказал, что продаю через 15 минут. Человек звонит, говорит, все, она моя. Я говорю, ну отлично. Поэтому цените ваших железных коней. Ну а мы идем потихонечку дальше. Вы идете сегодня вместе с нами. Погнали. Итак, друзья, для вас прошла одна секундочка. Для нас уже прошло около часа. Всю процедуру мы подготовили. Сейчас мы садимся в автомобиль и едем на площадку. Значит, что я человеку отдаю вместе с автомобилем? Ну, конечно же, резину. Все в комплект, весь в подарок. Колесо здесь, три колеса в машине. Плюс, смотрите, сигнализацию, которая была изначально, автомобиль тоже отдаю. Ну и, соответственно, за машину, как говорится, не стыдно ни капельки. Есть такое понятие, знаешь, не в деньгах счастья. Вот, пожалуйста. Вроде бы валяется у тебя миллиончик, а то и поболее. Какая сумма здесь? Напишите в комментариях. Вот, но факт в том, что на самом деле жалко, но я благодарен этому автомобилю, потому что он мне дает возможность, знаешь, идти дальше. Но нельзя заставиться на одном месте. Потихонечку, потихонечку нужно двигаться вперед. Проект с газом, на самом деле, будет интересно. Не нужно кричать и говорить, ты продался. Продался, это когда ты сидишь с умным видом и говоришь, о, смотрите, ребята, казино, спины кручу, выиграю, бабки. Вот это вот продался. А проект с газом, друзья, это на самом деле полезная вещь. Вся Европа на него уж переходит, Украина на нем давно катается, да и по России давно люди катаются. Задача там, знаешь, рекламирует вам и говорит то, что все бросаете, переходим на газ, теперь все едем на газу. Нет. Задача простая, показать, что это такое. И в этом нам поможет Toyota Camry. Почему она? Ну, потому что автомобиль по-своему легендарный, будет притягивать там по просмотрам кого-то. Да и, собственно, жрет он до хрена. На вторичку взял машину, вроде бы мощный, вроде бы едет, вроде бы расход большой, а можно сэкономить. Поэтому все будет интересно. Ну что, отправляемся, скажем так, на площадочку, потом возвращаемся домой, я уже буду без номеров, и ребята поедут домой, а я пойду грустить. Друзья, вот и подходит к концу наша встреча, точнее наше расставание. Вот иду, а в голове вот эта песня дебильная, последний раз тебя целую, последний раз ты со мной. В общем, пришел самый незамысловатый процесс. Слушай, подойдите поближе, у меня аж руки все трясутся, блин. Снимать номера, которые, видишь, здесь настолько хорошо сидят, что они не хотят расставаться. Номер я не буду сохранять, никакого смысла в нем нет. Наверное, я это уже говорил, был бы 001 там какой-нибудь, ну, красивый номерочек, богатый. Тогда был бы смысл оставлять, вот. А сейчас в этом нет абсолютно никакого смысла. Слушай, смотри, как сел, а. Ну, значит, машина остается самой. Ух ты, блин. Смех смехом, но руки вообще просто тупо до крови, блин. Приржавел болт, кое-как его открутили. Так что все. Все, рамки оставлю на номерах, делал их сам, то есть делал не замысловатые, пусть остаются. Владелец сам новый уже примет решение скидывать, не скидывать, то есть пусть это для него будет. Значит, какая ситуация, друзья. Сейчас номерочек новый, прям вообще руки трясутся, тупо вот, смотри, руки трясутся. Ну, жалко продавать тачку, просто ты меня вот... Не понимаешь, да, ну, моя девочка, как ее по-другому, блин. Каждое утро, помню, придешь, сядешь на ключ, нажмешь, все, поехало. Вот день бывает, там, тысячи километров, там, за неделю проедешь на ней, всегда со мной была. А сейчас просто уезжать совсем в другой город, в другую республику. Ну, ничего, будем продолжать сидеть. Еще раз хочу сказать то, что, друзья, это не конец. Не расстраивайтесь, думаю, какую-нибудь печальную музычку наложить на фон, но... Вот и все. Транзиты. Все отдал, все погрузили. Теперь остается сделать только один вопрос. Давай. Обещай мне, просто обещай мне, что ты будешь за ней следить, как я. Обещай. Храни ее, лучшая тачка для меня. Блин, вот просто молодые годы проходят с ней, очень рад ей. Все, уезжают парни. Давай, Серег. Приятно было то, что познакомиться с тобой. Еще встретимся, поэтому присаживайся в автомобиль, буду провожать вас взглядом. Хорошей вам дороги. Друзья, все, уходит ласточка моя. Вот он, садится в нее. Все, закрывает дверь и потихонечку уезжает. Тяжело, конечно, прощаться, очень жалко отдавать машину. Но ничего, привез мне Серега бутылочку водочки в подарок белорусской. Поэтому пойдем отметим это событие. Все равно жизнь идет вперед, будем двигаться дальше. А вот так вот тачечка была и ушла. Ну что, друзья, прощай, машинка моя, прощай. Сладкая моя девочка. Все, парни, время двигаться дальше. Иду звонить парням от Ильдара по автоподбору. И время делать новые дела, искать Toyota Camry, переходить на новую серию сезонов с газобаллонным оборудованием. Вы делаете это со мной.